Я заказала сумку, заплатила деньги, мне вскрыли посылку, а там оказался шарф и кошачий наполнитель. Подобный случай не единственный. Жертвы афер либо проявляли беспечность, оплачивая сомнительные покупки, либо неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, лишаясь всех накоплений. 57-летней жительнице Фокинского района, к примеру, пришло сообщение о выигрыше в лотерее. Женщина прошла по предлагаемым ссылкам и лишилась 3000 рублей. По их инструкции я перевела 150 тысяч на их номера. Затем они порекомендовали доехать до банка и взять кредит на 400 тысяч. Пальма первенства по махинациям по-прежнему в руках лжебанкиров. Доходами брянцев они завладевают под предлогом блокировки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разморозки счета, получения кредита на выгодных условиях. И это несмотря на многочисленные предупреждения об опасности таких действий. Я снял и через банкомат перевел эту сумму 275 тысяч. Полиция напоминает, операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора. Не сообщайте незнакомцам персональные данные и не платите за товары, гарантиями получения которых не располагаете. Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию. 02 с городского, 102 с мобильного телефона. Светлана Дробкова при содействии Пресс-службы областного ОМВД.